Что это? Камбала что ли? Нифига себе Всем привет! Меня зовут Николай Алексеев С вами снова с Настей! Здрасте! В этом выпуске отправляемся на Белое море ловить навагу Кучу наваги! Погнали! Курсы контраварийного вождения В Ярославле никак не наступит зима У нас практически нет снега и очень слабый лед Поэтому мы отправляемся искать снег и лед В Архангельскую область на Белое море Где попробуем половить навагу Помимо всего у нас появился в тесте новый буксировщик от Балт Моторса С двигателем Ямаха О котором мы расскажем чуть позже После наших тестов уже на Белом море В этот раз Датсун поедет вместе с прицепом В который мы загрузили два наших буксировщика Ну и соответственно спереди и сзади Для развесовки мы нагрузим палатки Теплообменники Бензин, газ Ну и прочее То что нам пригодится в этой поездке И в этой рыбалке Из Ярославля мы выехали Температура на улице была около плюс восьми Периодически шел дождь и практически всегда был туман Особенно в низинах Туман такой был, что приходилось там ехать со скоростью 50-60 км в час К прицепу сначала привыкали Как обычно, все-таки там нагружено Килограммов 500 было вместе с весом прицепа По пути особо ничего интересного не попалось Иногда казалось, что трасса вообще безлюдная Ни машин, ни дальнобойщиков, ни гаишников и подавно Так вот потихонечку в туманном настроении Мы доехали до Архангельска Вся дорога заняла около 15 часов Более тысячи километров позади И вот мы уже проезжаем Архангельск Здесь хотя бы зима Здесь снег и мороз Граусов 10, наверное, сейчас на улице Прицеп периодически, вообще забываем, что он у нас есть Плавненько едет Я бы сказал, вообще шикарно Плюс черный цвет, мне кажется Лучший прицеп, который у нас был Единственный Прикольно Курсы контраварийного вождения Не, ну может прицеп бы, если бы убрать Чуть-чуть не доехали до места Свернули не в тот поворот И, в общем-то, пытались развернуться с прицепом И встряли Ни вперед, ни назад невозможно развернуться На этот случай у нас есть план Б Один из подписчиков написал, что в Советском Союзе Делали грунтозацепы, которые помогали Легковым автомобилям выбраться Поэтому Миша нашел в Сибири эти грунтозацепы И купил их через Авито Сейчас попробуем их нацепить И посмотрим, как эта конструкция работает То есть так не надеть Надо колесо куда-то выкручить Судя по всему, как-то так она устанавливается У нас диаметр 15 Дальше накидывается И, в принципе, вот так вот Вот так вот стягивается И здесь Защелочкой Центруется, чтобы не вывалилось ничего Все Выглядит грозно В принципе, есть просвет Сантиметров, ну не знаю, пять С обоих сторон, чтобы не разорвать локеры И элементы подвески не нарушить Можно, конечно, было попробовать с одним Но я думаю, быстрее будет установить Наверное, еще одно на второе колесо Выехать и спокойно поехать И да, уже как-то профи практически Вторую-то устанавливаю С первой еще как-то это Прям даже интересно стало Ничего не отрывается там Вообще легко Да, я почувствовал Второй какой-то прилив Жизненных сил в Датсоне Может, еще если мы покатаемся Как-то легко и непринужденно Дорожные качества нашего робомобиля Просто повышаются в несколько раз Надо всегда иметь такие штуки Короче, у себя в багажнике Все, таким образом Обратно свернул И вот такие штучки В принципе, положил в багажник Не особо много места занимает Весит 8 килограммов пара Мне кажется, лучше любых цепей Но это не точно Все, погнали на рыбалочку Судя по информации от местных рыболов На пик активности На пик клева Крупной наваги Мы опоздали Он был где-то в ноябре Место рыбалки было выбрано Между деревней Луда и Уна Туда нас сопроводили Ребята Северодвинска Где ждал уже местный егерь Который знает там все В общем-то места Злачные, где клюет навага Где не клюет навага Мы доехали И как оказалось на севере День еще короче Буквально несколько часов И уже темно Так что большую часть выпуска Мы будем снимать ночью Мы привезли наш Вот такой вот Большой багажник А еще говорят Да, он невместительный Посмотрите, сколько вылезает Ну и в общем-то и все Второй буксировщик у нас В этой поездке Можно сказать уникальный С двигателем Yamaha Один из первых Появившихся в России И он у нас на тесте Ну так налегке мы загрузились И готовы двигаться Примерно ехать до места Около 6 километров По ночи Фуу Короче Миша просрал самки Я их зацепил, по пути нашел И пока ехал еще Где-то километр, наверное, два Снова их потерял Карабин отцепился Никогда Нельзя ставить Вот такие карабины Они отцепляются Я даже не знаю, как теперь ехать С ними Фу Отцепляю второй раз То есть я поехал назад Нашел местных людей Которые попались на встречу Думал, может, они утащили с собой И вот Поехали они в курет В очередной раз Не знаю, как везти их Попробуем В третий раз Короче, у нас санка отстегнулась Поэтому Калюня там за ней ходил Мы сейчас их приобретаем Мы к вам приедем через минут 5-10 Приехали на точку В общем-то, говорят, здесь клевал Увидели три палатки Местные говорят, что немножко поклевывает Но периодами По пути Три раза потеряли санки И, в общем-то, наверное, час времени потратили На то, чтобы возвращаться за ними Но сейчас поставим лагерь Поужинаем Миша пойдет спать А я попробую с ребятами половить на лагу И очень сильно хочется есть И вообще, я бы, конечно, начал бы эту поездку С приготовления на лаге Которую мы еще не поймали Что, рыбу поймали? Где, ну-ка, покажите нам рыбу Ребята поймали первую На важную Ну, вроде как, говорят, она незачетная Это сколько сантиметров такая? Поменьше, 17 17, может, 15 15, вот такая вот красотчинная Ночью мы приехали И практически сразу разложились Легли спать А ребята, которые с нами были Миша и Сергей Начали рыбу ловить Мы проснулись Вот сейчас где-то 11 час дня Сейчас просвернем Три лунки Поставим три удочки Будем пробовать ловить Поехали И буры нам рекомендовали Взять не меньше 130 диаметра Потому что Иногда влетает Камбала И там 100-150 граммов Камбала Она же плоская Она может просто не пролезть И в более маленькие лунки Ребята говорят Глубина здесь варьируется От, не знаю, там 50 сантиметров То есть там 15-20 сантиметров Вода льдом И по большой воде Глубина может там Быть метр-полтора Ну, в общем-то Не больше Клюет И, говорят На маленькой воде На большой Но главное Чтобы движение Какое-то было Бывание Или пребывание Тогда рыба Начинает активничать Вообще Я сегодня начал ловить На три удочки Но теперь осталось Только две В какой-то момент Была очень хорошая Поклевка И, похоже Хорошая На важенную Тащила удочку Оранжевого Яркого цвета Самая Красивая удочка была Осталось теперь две Местные чаще всего Используют Либо большие удочки Такие Чтоб не тонули Либо очень большие Поплавки Из пены Пошла, походу Клевать Под вечер Подрасклевалась Уже Четыре штуки подряд За две минуты Периодически Клюет То на креветку А последние Два-три часа Клюет только на червяка На морского Сейчас опять Должно доклевать Вот на другую Местные нам выдали Вот такую специальную Линейку Где Разные виды рыб С минимально разрешенными Размерами Квылового Навага Считается, что Минимальный размер 17 сантиметров Вот это у нас получается По кончику хвоста Считается Поэтому сегодня вечером Будет кулинарка Насадки в основе Используем два вида Это Мелкая рыба В основе Время суток Лучше берет На креветку А в сумерках Утром Вечером И ночью Лучше клюет На червяка Ну Такого подобного По Частям тела Самое лучше всего Держится Вот эта вот Последняя фаланга Потому что Здесь именно Ну Насаживать Лучше в кожуре Дольше держится Однозначно Бывает там 10-15 рыбин Можно поймать На вот этот кусочек Когда Хуже начинает клевать Имеется Что такое Там Рыба что ли Стащила Когда хуже Начинает клевать Имеет смысл Подсадить Вот к этому Панцирю Прямо Мясо Но На одну поклевку Хватает Но клюет Лучше Если вот Начинает Капризничать Мелкая Мормышки Вот такие вот Ребята нам Подарили Местные Как я понял Производства Синие И красные Тяжелые Громадные Не знаю Три Наверное Сверху Мы вешали Еще такую Подвеску Из Вот таких Вот Маленьких Мормышек Светящихся Фосфорных То есть Фонариком Посветило Они прямо Светятся В темно В темноте Хороший Хороший Кусок Съедобной Креветки Или Червяка Кивки Ребята Тоже Дали Такие С бомбошками Какими-то Желтыми Их Намного Лучше Видно Издалека И Особенно В темноте Потому что С моими Спортивными Ну вообще Ничего Не видно Ты просто Сидишь Когда у тебя Две-три Удочки Глаза Разбегаются Устают И ты Прям Плюешь А вот С этими Клево Как у меня Вспомнилось Оп Оп Какая-то Мелочь Клюет Даже Не засекается В Советском Союзе Были Вот такие Же Кивки Из пружины Делались У меня Даже Где-то Остались Единственное Не было Вот этих Бабышек Пластиковых Бабышки Прямо Решают Если бы Они еще Светились В темноте Мне кажется Это вообще Бабышка Продаж Ну По крайней Мере Я бы Купил Точно Вообще Хорошая Бомба Просто Рука Не помещается Такие Бабышки Леску Использую На обоих Удочках 0128 Шисайда Но мне Казалось Станковато Потому что Я уже Четыре Или пять Раз Оборвался Благо Один раз С рыбой Остальное Все Тоже На берегу То есть Перетирается Мормышка В отверстие Которое Сверху За край И даже Вдвое Сложенная Леска Перетирается Приходится Перевязываться Периодически Так что Мне кажется Меньше 014 Смысла Нет Ставить Потому что Если она Клюет Ей пофиг Даже 016 018 Пойдет Удочки У меня Вот Какие-то Были В залежах Лаки Джоновские Хэнди Рот И Мормакс Легкие Но ребята Местные Говорят Что это Вообще Не вариант Потому что Одна Улетела У меня Рыба Утащила Даже Навага Там 100 Граммов Легко Удочка Утаскивает Ну Какие Есть Зато Легкие Удобные Есть Роготулины Что ты хочешь Поснимать Собак Вот Что это Камбала Что ли Размер Побался Тут уже Навага Так Навага Сантиметров Наверное Под 25 Уже Вообще Вылитая Треска Только Усика Нет Вот Прям Как будто В Норвегии Только На льду Но Она Вкуснее Чем Треска 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 Тоже Вкусная Вот Так Это Я Уже Сейчас Мишаней Погоняем На двух Разных Собачках С двигателем Ямаха И на нашем Утопленном Барбосе У нас Как раз Такая Вода Выступила На лед Сантиметров Десять Покрытие Очень схоже С тем Что мы были Когда на рыбинке Застревали Но В принципе Оно Проходило Миша Поедет На Барбосе А я Поеду На Юмахе Погоняем Тут Посмотрим По акватории Как Вообще Ходит Какая Скорость Какая Проходимость У каждого Буксировщика Самая Главная Конечно Фишка В том Что Я Сел Открыл Заслонку Завел И в общем То Поехал А Мишане Придется Там Дергать Что Крутить Насчет Три Дергет Я Как Снеговичок Раза Три Стирал С Этого Смазки Фуууууууу Вот По Такой Вот Каше Мы В общем То Ехали Ни разу нигде не застряли Сантиметров, наверное, 5-7 снега И под ним какое-то количество воды Пока с такой задачей справляется Едет, не застревает У Барбоса на 3 лошади больше И мне такое чувство, что он чуть-чуть побыстрее едет Даже вот по такому кашелу, чем 12-сильный ямаховский движок Ну, в принципе, едет, но медленнее Может, до мужиков доедем тогда? Узнаем, как клюет Так вот, мы тоже второй день, блин Эта рыба-то, это, это самое Не вау Смотри, какой красивый Мишень, смотри, какой красивый Если ехать только куда-нибудь Океанду или на сухое Камбала клюнула Блин Вот зашла в лунку и утащила обратно Давай-давай-давай-давай Нифига себе, что она там развернулась-то? Опа Этих дней Камбала принимается к вылову от 16 сантиметров Мне кажется, далеко за Около 20-21 сантиметра Такая Такой вот лещ Лещ беломорский Такой приятный бонус Мне кажется, его надо Сразу приготовить Вечерний ужин с Николаем Алексеевым Значит, готовим навагу И, как и обещали, одну камбалу В общем-то, всю рыбу я разделал Распотрошил Осталось ее обвалять И пожарить Значит, у нас есть масло У нас есть соль, рыба И манная крупа По совету Руслана Файзулина Когда мы жарили щуку Получилось шикарно Попробуем теперь навагу и камбалу Более того, будем обваливать рыбу в пакете Чтобы максимально не пачкаться И не пачкать вокруг У нас тут еще из четырех рыбок Или из трех получилось Вот несколько кусочков икры Ну и у наваги голову, когда отрезаешь Кажется, что тело вообще малюсенькое остается Вроде 17 сантиметров А малюсенькая голова здоровенная Первая пошла Есть теория, что Ну, как говорят местные, навага вкуснее Когда она промороженная Первый раз Не знаю, что происходит с мясом Но она начинает почему-то Плясать на сковородке Может, местные в комментариях напишут Что происходит с рыбой Ее просто колбасит Как будто она живая Зажал, конечно Крупы Можно было побольше положить Ну и все Вот, в общем-то, семь рыбок на сковородку Камбалу, значит, будем отдельно жарить Да, вот она так разваливается Очень нежное мясо Прямо чувствуется Мягкое-мягкое Буквально 5 минут и все готово Единственное, она немножко такого И за счет того, что очень нежное мясо Или рыба, как это назвать Не мясо, не рыба В общем, оно очень нежное Вот это вот Содержимое тело У наваги И Очень частые переворачивания Вредны на нее Потому что она разваливается В труху Но это Никак Не умаляет их Вкусовых качеств Этой рыбы Пока жарится у нас камбала Можно попробовать навагу Вот эту самую Самую зажаристую Вот такая Вообще шикарная Причем может с костями прямо есть Вот такого размера Немножко Зажарить до До корочки То может прямо с костями Прямо с хребтом Очень вкусно Мешание, ты много терешь Как же соскучился по наваге В общем, рыба шикарная Икра еще лучше Так что, кто не пробовал навагу Советую прикупить в магазине А лучше у каких-нибудь проверенных людей Которые могут привезти вам Именно свежую первой заморозки Оставайтесь с нами А мы ужинать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова